Марианская впадина Вечность Были мелкие морские производные размером не более двух с половиной сантиметров, но вот тех самых гигантских осьминогов, чудищ, левиафанов и мегалодонов, перекусывающих стальные тросы, не было Монстры, по всей видимости, испугались создателя терминатора, или в тот день у них просто не было настроения позировать перед камерой Тем не менее, Марианский желоб, являющийся древнейшим участком океанского дна, может быть населен неизвестными науке видами живых существ Поэтому сегодня мы с вами совершим погружение в самое глубокое место на поверхности нашей планеты, чтобы понаблюдать за жизнью обитателей морских глубин и узнать, есть ли среди них ужасающие монстры, о которых ходят легенды О самых глубоких точках Земли мы знаем меньше, чем о поверхности Марса Долгое время океанологи считали безумной гипотезу о том, что на глубинах более 6000 метров в непроницаемой тьме под чудовищным давлением в 584 раза превышающим давление на поверхности Земли и при температурах близких к нулю может существовать жизнь Но недавние исследования в Тихом океане показали, что на глубине 6 километров и более существуют огромные колонии живых организмов, доселе никем не виданных странных существ Проводить исследования на такой сверхглубине чрезвычайно сложно с технической точки зрения Но человеку все же удалось узнать несколько интересных фактов о самом глубоком океаническом жалобе на планете В последние годы завесу тайны приоткрыли пилотируемые и автоматические подводные аппараты, сделанные из сверхпрочных материалов и оснащенные видеокамерами В ходе исследований ученые обнаружили богатое сообщество морских животных, в том числе неизвестных науке ранее Резкой границы между обитателями континентальных склонов и жителями глубоководного океанского ложа не существует Один вид фауны постепенно переходит в другой До глубины 6000 метров сколько-нибудь значительного различия в характере животного мира не наблюдается Но глубже, в океанской преисподней, водятся существа, не похожие ни на каких других опитателей нашей планеты Глубинные животные или слепые, или с очень развитыми глазами, часто телескопическими Многие рыбы и головоногие моллюски обладают фотофторами, светящимися органами У других форм светится поверхность тела или ее участки По мере удаления от поверхности воды живых организмов становится все меньше, их состав меняется Чем больше глубина, на которой живет то или иное существо, тем значительнее вес воды, давящий на него Как известно, один кубический метр воды весит одну тонну Так что человеку или животному не нужно опускаться слишком глубоко, чтобы ощутить всю сокрушающую мощь воды Давление на один квадратный сантиметр тела погружающегося аквалангиста или рыбы Через каждые 10 метров глубины возрастает на 1 килограмм То есть на 100 метрах это давление составляет уже 10, а на 1000 метрах 100 килограммов на каждый квадратный сантиметр поверхности тела Трудно понять, как организмы, живущие в самых глубоких участках океана На расстоянии 10 тысяч метров от поверхности воды выдерживают давление в одну тонну на квадратный сантиметр Что мешает им превратиться в студень? Все дело в том, что обитатели глубин столь же мало ощущают давление толщи воды, как и мы с вами тяжесть воздушного океана, на дне которого находимся В обоих случаях живые ткани пропитаны жидкостями и газами, находящимся под тем же давлением, что и окружающая их среда Телесные соки морских животных давят изнутри с той же силой, что и морская вода, давящая на них снаружи Следовательно, животные не испытывают никакой нагрузки и ничто не препятствует их передвижению 10 994 метра Дно Марианской впадины Полное отсутствие света Давление выше, чем от пороховых газов при выстреле из охотничьего ружья На каждый квадратный сантиметр поверхности давит одна тонна воды Стекло и дерево в таких условиях превращаются в порошок Здесь отсутствуют водоросли, постоянная соленость воды, низкие температуры и обилие двуокиси углерода Дно впадины покрыто вязкой слизью, которая представляет собой измельченные раковины и остатки планктона, превращенные в липкую грязь невероятным давлением воды Адские условия, но жизнь здесь существует Облик этих животных так же невероятен, как и условия, в которых они живут В их числе устрашающего вида черви длиной полтора метра Осьминоги-мутанты Необыкновенные морские звезды И какие-то мягкотелые существа двухметровой длины, которых ученые вообще пока не идентифицировали Источником пищи глубинных животных служат бактерии, а также дождь, трупов, органика, затягиваемая во впадины словно в воронку На глубинах 6-11 тысяч метров также обитают фораминиферы Организмы отряда простейших, подкласс корненожек, с цитоплазматическим телом, облаченным раковиной Эти организмы достигают 20 сантиметров в диаметре Они перерабатывают и фильтруют ил, тем самым обеспечивая среду для других обитателей морского дна Ракообразных, моллюсков и прочих Предположительно, они питаются подобно амебам, обволакивая пищу ложноножками Несмотря на то, что ученые сделали огромный шаг в исследовании Марианской впадины Вопросов не стало меньше Появились новые загадки, которые еще предстоит разгадать Удастся ли людям в ближайшее время раскрыть их? Ведь океанская бездна умеет хранить свои тайны Наверное, все впереди